Я прожила слишком много чужих женских жизней, чтобы меня мог обмануть мужчина. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Елена Соловей не снималась в большом кино с тех пор, как улетела в Нью-Йорк в 1991-м за лучшей жизнью. Елена Соловей не была в России с тех пор, как прилетала на кинопробы для сериала «Московская сага» безуспешно. Елена Соловей не появлялась на съемочной площадке 5 лет с тех пор, как на Брайтон-Бич кто-то из кустарей-эмигрантов попытался слепить местечковый ситком. Тоже без толку. В Москве, наверное, сыро, идут дороги. Я по Москве скачу. Ага, в Москве-то хочется. Хочется! Ага, на что я там буду делать? Сниматься в кино. Это у меня текут глаза не от ностальгии, а просто от грым, наверное, от света. У нее, бывшей москвички, не осталось в городе никого, ни друзей, ни родственников. Иных уж нет, а те далече. Вас, честное слово, очень люблю. Да, и очень приятно себя с вами. Можно на фильмы смотреть. Какая-то родная душа. Беспондент съемка, дымы, аппарат, с Богом начали! Я помню, первый раз, когда я ее увидел, в группе зимой, это еще было задолго до начала съемок, сидела какая-то, значит, девица, с красным лицом пришла с мороза, какие-то белесыми ресницами, в валенках. Надумал, когда-нибудь там, не знаю, наниматься куда-нибудь в гаремерный цех или в костюмерный, бог его знает кто. А вот потом спросил, кто это такая там сидит, он говорит, это Соловей. Господи, а я смотрю, она или не она? Она, 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 она! Он тогда не знал, как лицо актрисы Соловей любит кинокамерам. От него невозможно было отвести глаз, когда оно на экране. А в жизни обычное и будничное. Это возможность. Вообще артист, если он одариванен, если он хороший артист. Юра Богатырев такой был. Смутуновский. Елена была такая же. Абсолютно обвораживающая. Да, конечно. Это увезло. Конечно, это моя жизнь. Это же моя жизнь. Правильно? Насколько страна Америка стала родной? Ну, я не вот... Вы так спросили, у меня даже так какие-то там мурашки. Я не могу не... Это нехорошо, наверное. Но я не могу так сказать родной. Она не может быть, к сожалению, родной. Но это страна, которой я многим благодарна. Ну, я не знаю, мне кажется, дети мои. Тьфу-тьфу. Состоялись. Вот там внуки. И это очень важно. Там мой дом. Там... Ну, все равно это вот... Это мой дом. Вот дом. В прямом смысле. Моя... Моя семья. Вот это мое, понимаете? Вот оно со мной. Вот это родное. Вот это родное. Это я с мамой, с папой тоже маленькая. Это мы с мамой, с моей тоже. А это мы с мамой на Енисей. Это Енисей. Мы сидим на камушке. У папы у меня был артиллерист. Ну, офицер. Кадровые военные. А мама моя была медсестрой. Она была фельдшером. Жили, естественно, в коммунальной квартире. Вопрос, кем быть, не вопрос. Советский Союз – страна, где выбор всего был строго ограничен. А значит, предельно прост и очевиден. Что тут думать-то? Мне кажется, почти все девчонки, когда маленькие девчонки, почти все хотят быть артистками. Господи, Боже мой, как бы я хотела сделать что-нибудь такое, за что меня могли бы посадить в тюрьму. Ну, сделать что-нибудь мужем, ну, хоть кому-нибудь. Чтобы, чтобы мир вертелся вокруг меня. Господи, я, пусть даже не быть актрисой. Ну, может быть, просто учительницей. Или деревом. Или я хотела бы быть травой, земной. Я просто бы хотела быть. Я нашла работу в школе. Я была учительницей пения. В первом, втором, третьем и пятом классе у меня был вот такой был набор деток. У меня даже дети, которые не пели, которым всегда говорили, что у них нет слуха, у меня эти дети пели. Мне было просто ужасно интересно. Все здоровы. Нужный урок начинать. Через год после неудачи в школе-студии МХАТ она уточнила свой выбор. Все-таки не театр, а кино. Оно долговечнее, и так ей к лицу. Елена Соловей с легкостью поступила во ВГИК. От наших телеграмм нет? Пока нет. Сегодня непременно будет в этом видео. Плюс, свои карты. Ну, потому что я там, на самом деле. Ну, действительно, это так. А потому что твоя жизнь. Ну, есть, может быть, ностальгия по ощущению. Потому что... Ностальгия по этой жизни. Потому что было там внутри. 1918 год. 1918 год. Одесса. Россия опалена революционным огнем. Старого мира уже не будет. Это понимают все, кроме людей, которые снимают кинофильм «Раба любви». Они пьют шампанское, страдают от ерунды, делают фильмы, которые уже никому не нужны, выполняют капризы кинозвезды Ольги Вознесенской. Их кинокартины – собрание устаревших штампов, как и их отношение к жизни. Солдатики, солдатики. Когда начиналась «Раба любви», это же было такое кино... Как вам сказать? Которое снималось, так скажем, шутя, играя. Никто не думал, что из этого выйдет какое-то кино. Вот что-то там было такое очень-очень легкое. Как бы так снимали случайно. За чинщику всего этого безобразия режиссеру Никите Михалкову 30 лет. Всем остальным – того меньше. Наверное, так и рождается шедевр. Безответственно, из легкого дыхания и по любви. Нет, ждать не будем. Достанем пленку и доснимем. Мы поехали снимать в Одессу. Потому что там все происходит летом. Все это, в общем, такой приморский город. Во время подготовительного периода Михалкову произошло знакомство с Еленой Соловей, которая должна была играть главную роль. Он не был против ее участия в картине, но только в том случае, если она еще раз пройдет пробы на общих основаниях. Это возможность вообще артисту, если он одариванен, если он хороший артист, Елена Владогаевна. Абсолютно обвораживающая. И потом в пианино и в обломы. А так на улице не узнать. Это была магия преображения. Во многом для таких чудес и придумали кинематограф. Я видел материал, во-первых, это и хандамовская картина в Гиковской. «В горах мое сердце», где она у него там главная роль. И второе материал вот этого. Просто ничего общего. Вот представить себе, что это одно и то же существо невозможно было. Жутко стеснялась, была зажата, все время улыбалась, краснела с этими своими белобрысыми ресницами. Но потом, когда это все стало приобретать какой-то облик, грим, костюм, потихоньку совершенно непонятно действительно было, откуда что берется. Вдруг появлялось совершенно другое существо. «Я иду сегодня на свидание. Он такой прекрасный, умный, честный, смелый. Он...» Никита Михалков предложил Елене Соловей остаться на картине. И еще он забрал для съемок все эти невероятные наряды и шляпы, рассчитывая показать хрупкий, прекрасный мир, который должен сгореть в мировом пожаре. «Добрый день. Это мой друг Иван. Он здесь хозяин». Себе Никита Михалков отвел роль подпольщика, хозяина ресторана. Они снимали картину про то, как рушатся судьбы. Про то, что этого нельзя не понимать. И в то же время можно. «Я не могу так больше жить. Я хочу жить нормально, по-человечески. Я завтра же уезжаю в Париж. Ну, о каком Париже вы говорите, Ольга Николаевна?» «Жизнь такая была затюкана». «Что это значит?» «Ну как, ну вот, что такое иметь двоих детей? Надо достать еду, достать одежду, достать все. Вам этого не понять. Казалось бы, если кинозвезда, то там должны быть какие-то особенные условия». «Особенных условий на самом деле не было. К сожалению, это были реалии жизни же, поэтому на самом деле и в очереди мне было не страшно стоять, но это занимало время. Это занимало время. В это время можно было что-то там подумать о чем-то, о роли о своем будущем». «Вот именно заняться собой». «Заняться собой». «Ага, очень хорошо, очень хорошо. Только просто небольшая заминка, ждем оператора». «Так может я тогда сценариус пока прочту?» «Ну что, с ума сошли сценариус считать? Нет, дорогой мой, кругом враги, шпионы. Сюжеты воруют». Елена Соловей уговорила режиссера показать ей отснятый материал. После просмотра у актрисы случилась истерика. «Господа, ну не жали вы не понимаете, что все, что мы делаем, это ужасно». «В какой-то момент она в ужасе. Была вообще Никита, никогда актерам материал не показывал». «Что, что делаю я, это ужасно, поздно, бескутно, прошу вас. Господа, из меня сделали игру, я обыкновенная женщина. Оглянитесь вокруг, вокруг нищета, волосы!» Себя она не узнала, совершенно не смогла воспринимать ту женщину, которую видел на экране. Дома она в полном отчаянии рыдала, ее с трудом успокаивали. «По-моему, хорошо». «Что хорошо? Что хорошо?» «Михалков умолял ее довести работу до конца. Понимая, что у нее нет выбора, делая над собой гигантское усилие, она согласилась». «То ли она, значит, просила сама, или у нее какие-то сомнения были, а у него их не было. Вот. В общем, она после этого была в полном ужасе и сказала, что это катастрофа, что она больше не может сниматься, это провал. После этого вообще мне надо уходить из профессии. Вот. Это ужас, это бездарно, это беспомощно. Вот. Он ее уговорил и еще сказал, что это будет на долгие годы твоей лучшей работой. Вот увидишь. И тогда не только ей казалось, что взять и сменить реальность «Советский мрак на вечное лето» – это лучшее решение. Уехать, как отрезать. Исполнитель главной мужской роли «Воробей любви», артист Родион Нахапетов, тоже эмигрировал в Америку. Правда, на несколько лет раньше своей партнерши по фильму. Когда однажды, совершенно случайно, они встретились где-то в Нью-Йорке, ни ему, ни ей хвастаться было нечем. Один раз мы где-то на каком-то концерте встретились, очень так трогательно. И, да, вот и все. Ну, не знаю. Странная, конечно, история. Когда мы только приехали, я помню, мы с моим мужем шли на какой-то концерт, идем по улице, вдруг приезжает мимо машина, машина останавливается, открывается окно, и в окно человек, в общем, молодой, кричит. «Лена, мы вас любим!» «Что такое? Откуда?» Я решила, что я здесь вообще как мышка. Меня никто не видит, не знает, не слышит. Оказывается, еще любят кто-то здесь даже. Конечно, приятно, что тебя помнят, приятно, что тебя знают, приятно… То есть это часть профессии тоже, иначе для кого? Для кого все это делать и зачем? Не для себя же. И именно с этой картины началась мировая слава Никиты Михалкову. Михалкову подражали, пытались скопировать его стилистику, построенную на интенсионных нюансах. Но тщетно, ведь это все равно, что скопировать взгляд, которым неординарный человек смотрит на мир. Первую кассету сделал Джек Никольс, она. Мне было приятно, но я как-то к этому совершенно не чувствую груза сделанного. Что касается трудоустройства актрисы Соловей в США, то, скажем так, она мелькнула в настоящем голливудском триллере «Хозяева ночи». И все благодаря той же «Рабе любви», которую уже много лет показывают в качестве образца режиссерского и актерского мастерства во всех киношколах Америки. А там замечательный человек, который мне сказал, «Лена, у меня есть маленькая роль, я вас так люблю, можете мне сыграть эту роль?» То есть это русский продюсер? Нет, нет, это американский молодой режиссер. Он, наверное, учился в инваю и видел картины Никиты Сергеевича Михалкова. Актерская профессия, она, в общем, в чем-то, наверное, безнравственная профессия. Бесстыдная профессия, правильно сказать. Потому что в своих ролях ты, в общем, конечно же, рассказываешь, наверное, о себе, о том, о чем ты, возможно, даже иногда не подозреваешь. Актер должен быть очень откровенным, очень бесстыден. Бесстыдным и откровенным может быть только человеком, которому ты доверяешь и который тебя любит. А замечательное все ты можешь сыграть только тогда, когда режиссер, который стоит там, любит тебя. Согласен. Сняли! Когда заканчивалась «Раба любви», у нас были досъемки. И я Никита Сергеевич говорю, Никита Сергеевич, торопитесь-ка, если вы хотите доснимать, потому что у меня растет пузо. Я сказала, ты сошла с ума! Как это так? Ты что? Мы же для тебя придумали следующую роль. И мы же хотим тебя снимать в следующей картине. Родиться ребенком, я буду сниматься. Родился мой Паша. Я поняла, что сниматься мне как-то не особенная охота. Никита Сергеевич сказал то, что я помню всю жизнь. Он мне сказал, ну скажи, ну где еще тебя будут любить, так как здесь? Ну, что с тобой, Толстышка? А? Что такое? Капельки. Нет, не нужно, зачем же? В гостях нужно лечить хирисом. Итак, краткое содержание предыдущих месяцев. Незадолго до начала съемок фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» Елена Соловей родила сына Павла от законного мужа Юрия. И, конечно, тут же выехать на площадку не могла, да и не хотела. Никита Сергеевич, вот ты послал ко мне. Посла. Гонца. Гонца. Ко мне приехала наша помрежь с письмом огромным от Никиты Сергеевича, что если я как бы смогу каким-то образом принять участие в съемках, то группа была бы рада меня видеть и так далее. Если я могу как бы любовь к детям соединить с любовью к искусству, что мне создадут все условия. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь. Чистую, как раненка. Светлую, как сон. Будем работать, 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 до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб. Да лет этой грязи и пыли. Будем наслаждаться. Добрый день. Это мой друг Иван. Он здесь хозяин. А скажите, а давно вы с Михалковым последний раз общались? Ну, мы вообще, на самом деле, вот помимо работы не общались. Ну, как-то нет в этом, не было в этом необходимости. Правда, правда. То есть лучше было провести вечер с семьей, чем на премьере полететь в Москву по дню. Но мне хватало всегда моей семьи. И это мы с Пашей. И вот он в колледж поступил, когда мы везли знакомиться с колледжем. Вот ее реализованные амбиции. Активные и перспективные. Павел, младший сын. Ему 35 лет. Занимается иммунологией. Ирина старшая дочь. Ей 5-40. Когда-то подрабатывала фотомоделью. Свободная от молекулярной антропологии время. Сейчас вся отдалась науке. Что ты ревешь? Что ревешь? От судьбы никуда не уйдешь. И тут зазорного нет, графа ты невинностью положить. Идут. Я очень люблю эту картину. И, в общем, это первая моя большая работа. Не бойся, увезу. Увезу. Это первая моя большая работа. Которая, к сожалению, конечно, никак особенно не была там отмечена. И взабыта, к сожалению. Ну, это, в общем, первое такое испытание, на самом деле. И на этой картине вот я познакомилась со своим будущим мужем. И вот так изменилась моя жизнь. На съемках фильма «Драма из старинной жизни» ленинградец Юрий Пугач работал художником-постановщиком. Талантливо, красиво, вдохновенно. И после финальных титров москвичка Елена Соловей решила сменить декорации. Работа, работа. Так вроде не замечала друг друга. А потом вдруг в конце белой ночи и понесло. Обожгло называется это. А тогда любовь поменяла всю вашу жизнь? Ну, я просто переехала в Ленинград. Я не думала о том, что любовь, не любовь. Как бы вот это случилось, это случилось, жизнь изменилась. Я понимаю, что мне нужен этот человек. Понимаете? Вот я не могу без этого человека. Вот это очень важно. Я просто не смогу без него жить. Жизнь сложилась так, как она сложилась. Иначе она, значит, не могла сложиться. Я в этом убеждена. И нельзя, ну, нельзя, невозможно чувствовать себя жертвой. Но на самом деле будущее было туманным. Будущее туманным для, даже вообще непонятным для детей, что делать, чем заниматься, кем быть, что впереди. И, в общем, это основная причина, конечно. Это было ужасно больно на самом деле. Это, если говорить, за державу обидно. Столько молодых, прекрасных, талантливых людей уезжало просто потому, что у них не было будущего. А сколько вашим детям было тогда лет? Ну, детям Иришки было 19, а Паше было 15. Я про себя на самом деле не думала. Я понимала, что я уезжаю, уезжаю, теряю свою профессию. Это я понимала точно. У моего мужа, сестра там жила. Мы ехали как бы, мы ехали к ней. Но все равно мы начинали все, все, все заново, все, все сызного, совсем. Сами, да, все заново. Вы помните день отъезда? Помню. Очень хорошо помню, да. Вы лихорадочно собирали чемоданы? Ну, они были уже собраны. День отъезда. Там же случилась эта ГПЧК, как это называется? ГПЧК? ГПЧК, да, вот это вот. 19 августа? Ну, мы уехали, нет, через 10 дней мы уехали. На 19 августа мы уже как бы были готовы. Да, мы уехали через 10 дней. Это было совершенно непонятно. Страшно очень. Плакали? Ну, если я маму оставляла здесь, как вы думаете? Маму, папу, брата. Только мы с вами не умрем, а спасемся. Нам спастись от Бога назначено. Мы в вольный Рущук уйдем, куда много народа нашего от графской лютости бежало. А вольном Рущуке, небосине, дома белые, земли там вовсе нет. А вольные крестьяне на быках землю пашут. И нет там ни господ, ни рабов крепостных. Какая там эйфория, какое там ликование. Свобода буквально задушила новоприбывших прямо у входа. Точнее, у выхода из аэропорта имени президента Кеннеди. Было очень душно. Жарко. Безумно жарко. Да, вы это помните. Да, да. Ужасно. А вот свежий воздух свободы не сразу. Не сразу. Была эйфория. Вот какие-то моменты. Была, по-моему, ужасная усталость. Изначально была ужасная усталость. А потом все равно уже ты же приехал, не понимаешь, что тебя ждет. Не понимаешь. Ну, действительно, не понимаешь. Но план-то был? Ну, какой план? Нет. А как? Никто не... Нет. Никаких планок. На очередь. Все потихонечку, да. Потихонечку, ступенька за ступенькой. На мой взгляд, легче всего адаптироваться мне. И я считаю, что женщине вообще легче, мужчине гораздо сложнее адаптироваться. Потому что у женщины есть забота. То есть, хочешь ты или не хочешь, у меня есть дети. У меня есть там внук, у меня есть внучки, внук, у меня есть дети. Я обязана, я должна делать все, чтобы им было уютно, комфортно, хорошо. Я должна кормить, поить, заботиться о них. Самое главное. Там, у себя, в одноэтажном пригороде Нью-Йорка, Елена Соловей выходит в ближайший супермаркет без макияжа. Обычная американская домохозяйка. С глазами русской, тоскующей кинозвезды. Во-первых, у меня нет хорошего английского. Надо заниматься этим, я ленива. В этом нет необходимости. То есть, у меня есть бытовой язык, да. Но того замечательного английского, с которым можно прийти, продавать себя там и граду, где-то, или, знаете, у меня нет даже агента. У меня никогда не было претензий, да, работать, потому что, во-первых, я не знаю, кому я там нужна. У меня нет такого чувства, что я там нужна. Но все-таки, наверное, я не верю в этом смысле в себя, что я могу там себя каким-то образом реализовать. Хотя у меня было там два, пару опытов работы, случайных на самом деле, там, вот в этом клане Сопранос, где я сыграла какую-то тетку безобразную, жуткую, ужасную. Но там все монстры. Я тоже играла монстра. Мистер Сопрано! Мистер Сопрано! What are you doing? Come here! Я все равно была рада. Рада была, потому что я пришла, этот Сопранос, он же снимался, это же какой-то, ну, очень-очень такой популярный был сериал, и очень успешный. И поэтому они снимали в роскошных павильонах. Я пришла как будто на Мосфильм или на Лимфильм. Роскошный павильон. По запаху те же. Те же где-то стоят павильоны, там, не знаю, готовые декорации, что-то сложное, что-то не готово, рельсы проложенные. Мне это было очень приятно, что я могла там побродить, походить, так, как замечательно себя чувствовала. Меня никто не трогал, меня никто не видел. И я получила наслаждение от этого. И просто, ну, так все очень профессионально, все быстро, хорошо, очень хорошо к тебе относятся все, замечательно. Все меня спрашивали, а ты, ты говорят, звезда? Ну, естественно. Естественно. Она была когда-то, и не знаю кем. Сейчас уж слишком много времени прошло. Много, много, очень много времени. И вот сейчас вообще можно отстраненно смотреть свои картины. Я вообще уже не воспринимаю себя на экране. Совершенно. Как другого человека? Абсолютно. Совершенно. Я не понимаю, что это я. Я думаю, что это какая-то защита такая. Защита вот сохранения своей жизни, сохранения себя. И это дает мне, мне кажется, что это дает мне право быть любой всякой. Понимаете? Вот если вдруг сейчас в Москве вам предлагают съемки в серьезном большом фильме или сериале, вы готовы, например, оставить жизнь в Америке и приехать сюда сниматься на полгода? На полгода нет, конечно, нет. Я думаю, что нет. Вот так просто приехать на полгода нет. Невозможно. Ну, все, понимаете, какая история? Все стало, все стало другим. Вот как-то ощущение жизни другое стало. От этого никуда не деться. Ну, во-первых, и мое ощущение жизни стало другим. То есть оно, наверное, стало не столь открытым, наверное, не столь публичным. Я тихо, мирно занимаюсь своими делами. Понимаете? А во-вторых, мне кажется, жизнь вокруг тоже изменилась. Самое главное, наверное, вот это тяжелое время 90-х годов, мы прожили не вместе. То есть я не вместе со страной. Да, не вместе со страной. Да, я была не здесь. И испытания, которые ты не пережил вместе, они точно так же разъединяют. Потому что я не знала этой жизни. У меня была другая жизнь, непростая, но она другая. А о чем мечтаете? О, я мечтаю о том, чтобы все были здоровы, все мои близкие. Да, это самое большое мое желание и самая большая моя мечта. Чтобы все мои мальчики, девочки, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы. Чтобы все у них было хорошо. Самое главное, больше ни о чем не мечтаю. Правда? В сущности, о всякой человеческой жизни можно сказать всего несколько слов. Со странным чувством, будто кого-то потеряла, я возвращаюсь к своему дневнику. Все в мире прелесно. И этот абажур на лампе, и ее желтоватый свет, и ослепительная белизна моей уже распахнутой постели, и моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль. К чему все это? Все проходит. Все пройдет. Как и мое вечное ожидание чего-то заменяющая мне жизнь. Очень прошу вас, напишите хоть одно-два слова. Просто, чтобы я знала, что вы слышите меня. Субтитры создавал DimaTorzok